В среду мы говорили о том, что Генпрокуратура Соединенных Штатов отказалась приявлять обвинение Хиллари Клинтон по делу об использовании личной электронной почте для служебной переписки, когда Клинтона занимала пост госсекретаря США в 2009-2013 годах. Но, как передает американский канал Fox News, теперь внутреннее расследование в отношении бывшей сотрудницы возобновит государственный департамент. В апреле ведомство приостановило расследование после того, как делом о переписке занялось ФБР. Как рассказал официальный представитель госдепартамента Джон Кирби, ведомство планирует сделать результаты внутренней проверки максимально прозрачными. Я напомню, что скандал вокруг электронной переписки Клинтон разгорелся в марте 2015 года, после того, как стало известно, что она, занимая пост госсекретаря Соединенных Штатов Америки, отправляла письма с личной электронной почтой, а не с хорошо защищенной правительственной. Как того требует администрация США. Клинтон пользовалась личной почтой во время официальных визитов в Россию и в Китай. А именно в этих странах развиты хакерские группы, которые могли бы получить секретную информацию из переписки Клинтон. На незащищенном личном сервере хранилось 22 письма под грифом «совершенно секретно». Чем грозит Хиллари Клинтон вот это возобновление внутреннего расследования госдепартамента? Это пояснил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби. В отношении бывших должностных лиц могут применяться административные санкции. Один из кандидатов президента США Хиллари Клинтон может потерять свое право на доступ к секретной информации, которую она получила после прохождения проверки спецслужб на должности госсекретаря. А это может создать проблемы, если Клинтон станет президентом, потому что у президента, конечно, должен быть доступ к любой засекреченной информации. Продолжение следует...